Всем доброго времени суток, хотелось бы немного извиниться за то, что я так долго отсутствовал, но, блин, реально очень много забот, хлопот, очень много контента, который нужно вам показать, но, к сожалению, на это катастрофически не хватает времени. Итак, в прошлый раз мы рассматривали с вами микрофон Electron PM05 и пришли к выводу, что это неплохое бюджетное решение для таких вопросов, как стрим, подкаст, ну и дикторство. Опять же, на него можно записать какие-то демо-варианты ваших песен, но, опять же, посмотрите предыдущее видео, если не видели, я оставлю подсказку, там все об этом сказано. После видео по Electron PM05 я немножко устал от динамических микрофонов, мне захотелось обозреть действительно что-то нормальное, классное, интересное, бюджетное и, главное, скажем так, новое. Ну вот я и отправился к интернет-ресурсам, интернет-магазинам для того, чтобы, возможно, найти что-то новое и для себя открыть какой-то новый, интересный, неизвестный звук за приемлемые деньги. Но знаете, какая-то неведомая сила вдруг сказала мне, слушай, братан, а посмотри, что у тебя там в парке микрофонов, вдруг никто еще не обозрел это, или у тебя действительно есть то, о чем ты можешь рассказать и поделиться своим мнением. И вы не поверите, в моем парке нашелся тот микрофон, о котором я бы хотел рассказать и поделиться своим мнением, а также своим впечатлением по поводу этого микрофона. Честно сказать, я даже особо не помню обстоятельств, при которых мне пришлось купить этот микрофон, хотя что-то припоминаю. Я отдал своему другу на студию AT2020, это мой первый микрофон, первый и, как я считаю, для меня очень подходящий, конкретно для моего голоса. И нужна была альтернатива какая-то, и денег особо не было, и пришлось как бы полазить, посмотреть и приобрести данный микрофон, о котором я расскажу далее. Речь пойдет о достаточно молодом бренде, который недавно ворвался на рынок и уже навел там огромного количества шороху. Это бренд Maona, конкретно у меня модель AUPM320. И честно сказать, я до конца не верил в то, что этот микрофон за такие скромные деньги, а на тот момент он мне достался за, по-моему, 3200 рублей. Сейчас он, наверное, где-то так же стоит, я не помню, может быть, 1400, но это был реально, ну, крутой звук за эти деньги. Вот прям ни больше, ни меньше. То, что надо. Ну что ж, приступим к распаковке данного микрофона. Нас встречает минималистичная упаковка белого цвета, ничего лишнего, есть какие-то картинки, какие-то обозначения, спецификация, то есть максимально лаконично. Ну, давайте заглянем, посмотрим, что у нас там внутри. Внутри, я уверен, будет что-то поинтереснее. Микрофон комплектуется очень приятным чехлом из кожзама. По прикосновениям он тоже такой неплохой. Не сказать, что прям дорого-богато, но в некоторых комплектациях и микрофонах подороже даже такой отсутствует. Поэтому приятный бонус. Далее обычный XLR кабель, и он, кстати, достаточно сомнительного качества. Об этом я поясню далее в видео. Ну и, конечно же, сам виновник сегодняшнего видео – это микрофон Maona. Мне очень импонирует этот дизайн, такой прям похож на стримерский микрофон. Ну, выглядит классно, мне очень нравится. Далее крепление на стойку, и вы не поверите, оно металлическое. Ну и напоследок у нас документация с подробным АЧХ данного микрофона. А теперь немного историй. Компания Maona была основана в 2014 году некой группой энтузиастов, которые занимались аудио и видео. Объединив этот опыт, люди стали выпускать бюджетную продукцию по привлекательной цене, смогли заручиться поддержкой огромного количества пользователей, а также немножко подвинуть конкурентов, таких как Behringer и Аудиотехника. Ну что ж, я не буду ударяться сильно в детали и поясню, что с данным микрофоном вы спокойно сможете и стримить, и озвучивать, и заниматься дикторскими мероприятиями какими-то, и проводить конференции и прочее, прочее, прочее. Этот микрофон отлично для этого подойдет. В тот момент, когда я его приобрел, у меня к нему были определенные задачи, и задачи эти заключались конкретно в записи голоса и инструментов, и именно сейчас я вам покажу, как он с этим справляется. Запись будет производиться с помощью аудиоинтерфейса Steinberg UR22. Эти трепетные руки Нервно гладящие шок Как прелюдия к разлуке Как оскалившийся волк Завтра я уйду отсюда Бросив на прощанье взгляд И твои чужие губы Мой уход благословят Странная ночь Странная ночь Долгая ночь Некого винить Некому помочь Странная ночь Долгая ночь Что же ты меня Не прогонишь прочь Я тебя такой не знаю И в пронзительной тиши И в пронзительной тиши Постепенно привыкаю К одиночеству души Странная ночь Странная ночь Долгая ночь Некого винить Некому помочь Странная ночь Долгая ночь Что же ты меня Не прогонишь прочь Как можем заметить Микрофона вполне хватает для того Чтобы писать и инструменты И вокал И звучит это все Очень даже неплохо Если бюджет ограничен То смело берите этот микрофон Сразу оговорюсь Что ему в пару Нужен аудиоинтерфейс По поводу XLR кабеля У меня он стал через полтора года Жестко фонить И поэтому его пришлось заменить Надеюсь вас эта проблема Не коснется Если вы приобретете данный микрофон Ну а я же с вами прощаюсь Надеюсь ненадолго прощаюсь Спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Я читаю все комментарии Стараюсь отвечать тоже на все комментарии Поэтому всего вам хорошего И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!